Губернатор Андрей Бочаров провел выездное совещание на площадке Волгоградского областного онкодиспансера. Тема «Острая и актуальное развитие онкологической службы». Но до начала заседания глава региона посетил детское отделение онкоцентра, где пообщался с родителями и врачами, а также ознакомился с новым оснащением лабораторно-гистологической службы. Оборудование было закуплено по решению руководства области и поступило в клинику в конце прошлого года. С руководством коллектива обсудили перспективы развития наша съемочная группа. Девять модулей, объединенных единым программным обеспечением. Роботизированная система в онкологии способна определить структуру и биологические особенности любого новообразования. Этот базовый диагностический комплекс введен в работу в конце прошлого года. С применением новой техники гистологические заключения уже даны 4,2 тысячам пациентов. – Лучше стало лабораторно? – Да, конечно. Приятно работать на современном уровне, и мы рады, что мы можем помочь клиницистам. – Сколько вы по времени делаете исследования? – Четыре дня максимум, а то и срочные можем за два дня и за три делать. – А сколько раньше? – Раньше у нас было и 7-10 дней, поскольку частично вручную ввели обработку. Значительно повысилось качество исследований, приблизившись к мировому уровню. А это значит, что заболевание можно обнаружить на ранней стадии и начать своевременное лечение. Однако современным оборудованием необходимо обеспечить весь онкодиспансер. Уже принято решение о поставке современного оборудования для лучевой терапии. Запланирована замена двух аппаратов, также прорабатывается вопрос проектирования и строительства центра позитронной эмиссионной томографии. Это новый эффективный метод ранней диагностики онкозаболеваний, который позволяет полностью излечить пациента. Однако на сегодняшний день ситуация остается сложной. У нас на территории Волгородской области ситуация достаточно сложная в этом направлении. На самом деле очень сложная. Порядка 10 тысяч человек ежегодно мы дополняем к тем спискам людей, которые больны онкозаболеваниями. Поэтому плюс 10 тысяч ежегодно. Это очень большой показатель для Волгородской области. Конечно, это в части связано и с более качественным обследованием, которое мы начали проводить. Это тоже факт, но все равно ситуация абсолютно нездоровая. Губернатор отметил, что в регионе необходимо выстроить эффективную систему диагностики и профилактики онкологических заболеваний. Для этого необходимо модернизировать существующие филиалы онкодиспансера, а также открывать новые.